Друзья мои дорогие, добрый день, с вами Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кенчану Терми. Для тех, кто первый раз попал, попали на мои первые, вторые, третьи каналы, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана, я являюсь журналистом. Ну и, как всегда, под сюжетом в описании я оставлю ссылки на все мои три канала на данной платформе, и там же будет ссылка на мой телеграм-канал. Сегодня у нас суббота, погода замечательная, жары никакой не ощущается, настроение прекрасное. Я хотела бы промониторить последние события, которые произошли вот за последние три дня в Италии. Ну, я начну, наверное, с самого главного, это большая семерка, которая собиралась в Италии, в Апулии. Потом у нас произошла драка в парламенте, и, в общем-то, раскрывая тему некоторых беспорядков, я хотела бы начать с себя. Друзья, значит, именно в тот день, когда в итальянском парламенте дрались, там описывалась несколько раз эта тема, тема драки, и у меня все-таки такое ощущение, вы знаете, что они действительно, вот эти парламентарии, они живут в своем мире, мы живем в своем мире, им абсолютно не до нас. Итак, тема беспорядков. Два года тому назад у нас началась переписка контрактов, энергетических контрактов, то есть я имею в виду всевозможные фирмы и частные пользователи. Именно из-за этого энергетического кризиса, то есть у нас же все стали приватизировать, страна, к большому сожалению, распродается, я уже не об этом, об этом вам не один раз рассказывала, поэтому все вот эти вот энергоподающие компании, они теперь частные. И у нас контракт на электричество был подписан в Риме. По какой причине? Потому что еще тогда сын, он заканчивал университет, учился в Риме, поэтому все эти контракты он сделал на себя, подписал в Риме. И в 2022 году по осени нам прекратили приходить счета за свет, то есть последняя пришла в конце августа, мы ее заплатили, мы заплатили тот счет, обратили внимание, что счета стали необыкновенно высокими, то есть счет тот пришел, по-моему, был 250 евро за два месяца, потому что мы там постоянно прокручивали стиральную машину, там по несколько раз в день запускали летнее время, там сорочки, постоянно все это надо было менять, плюс в летнее время у нас тогда был сын, поэтому постоянная-постоянная стирка, готовка и так далее. И вот нам пришла такой счет, я помню, август месяц, 250 евро, и мы офигели за два месяца. Ну, в общем-то, кризис, сразу мы его прочувствовали. Вот, и где-то вот с сентября мы начали экономить, кондиционером в доме мы не пользуемся, потому что стены у нас очень широкие, окна преимущественно у нас на закат, поэтому жарко у нас никогда в доме не бывает, температура больше 22 градусов не поднимается. И нам вдруг прекратили приходить счета. Вот та же самая Ачея римская, она нам не присылала счета. И где-то, начиная с января месяца, я взялась за телефон, стала звонить и требовать. Говорю, когда придет счет. Ой, синьора, вы знаете, мы переходим на другие контракты, потом вы имеете в виду, что вы живете вообще совершенно в другом регионе. У нас регион Лацио, вы живете в Тоскане, поэтому вам придется запастись терпением. Ну, подождите там месяц, два, три. По весне я начала опять звонить. Нет, пока контракты не готовы, мы не можем подобрать вам подходящую вам форниторию, то есть подходящую фирму, энергоподающую в Тоскане. Поэтому мы вот вам ищем подходящий контракт, чтобы он как бы соответствовал тем же тарифам. Друзья, вы можете себе представить, что нам счет пришел за два года. За два года. Вот именно в тот день, когда подрались в итальянском парламенте. И когда я взяла в руки вот этот вот конверт, я подумала, интересно, на сколько тысяч там натикало. Потому что я вообще строила всех в нашей семье. Строила все вот эти два года, потому что я все время боялась, что если за каждые два месяца нам вот так вот будет приходить по 250, такая линята, да, и вдруг нам придет за год или там за два года, это же будет несколько тысяч. И вот вы представляете, значит, приходит вот этот вот счет нам. Вот он, я его сейчас оплатила, сходила на почту. Я когда открыла, я не поверила своим глазам. Значит, общая сумма была 554 евро. За два года 554 евро. Либо я так все-таки хорошо всех строила. Ну, конечно, стиральную машину мы уже не прокручивали каждый день. Посудомоечная машина, она у нас практически не функционирует. Сын живет самостоятельно, поэтому у нас двое плюс кот. Холодильник, ну, он последнего поколения, он мало употребляет электроэнергии. Телевизор мы практически не смотрим. Пылесос несколько раз в неделю. А потом, ну, вот бачок, который нагревает воду, это тоже электричество. Но это, он еще муссвекор покупал 12 лет тому назад. Это было еще Мэйден Италия. Это было еще тогда вот качественно-качественно. Поэтому он какой-то у нас всегда был такой очень экономный. И, в общем, всего на все 554. Обрадовались. В общем, я заплатила. Стали разговаривать с соседями с нашими. А у нас очень многие приезжают сюда как на дачу. Допустим, проживают в Риме, проживают в Милане. А сюда приезжают как на дачу. А некоторым пришло. То есть, смотрите, даже при условии того, что людей в зимнее время практически не было только лета, а некоторым пришло. Вот та же самая, а чья отправила? Две-три тысячи евро. Две-три тысячи евро. Они сейчас будут разбираться. Вы знаете, у нас такое ощущение возникает, что они просто отправляли вот эти счета по принципу, как фишка ляжет. То есть, на мой взгляд, опять же, я могу, конечно, ошибаться. То есть, они посчитали, посмотрели вот общая сумма килобайт, как они там называются, которые были потрачены, вот предположим, нашим районам, что там такой-то объем электроэнергии. И они решили просто по принципу, как фишка ляжет, на всех поделить. Они не будут в этом разбираться никаким образом. То есть, вот у нас соседи, они живут в Милане. Они приезжают только на лето сюда. Вот им точно так же, оказывается, два года счет от отчей не приходил. И им пришло на две тысячи евро. И они офигели. То есть, они столько не потратили, это сто процентов. То, что они потратили значительно меньше нас, даже при условии того, что, предположим, они только три месяца или четыре месяца проживают в Кенча на все остальное время, в Милане, они не могли столько потратить, но им пришло две тысячи, нам пришло пятьсот, пятьсот пятьдесят четыре. То есть, мы уже догадываемся, что, может быть, просто в нас фишка полетела меньше, а могла бы полететь и три тысячи запросто. Я хочу сказать, кстати, если бы нам пришло три тысячи, мы бы там как-то на части поделили, мы все равно бы заплатили, потому что при наличии того, что последний счет в 2022 году был 250, поэтому за два года три тысячи, я думаю, что мы бы, конечно, проглотили бы это. Вот я вам хочу сказать, вот-вот, к большому сожалению, идет все вот по такому вот принципу. Ну, не все, но очень многие вещи. Вот такой беспорядок. Беспорядок в парламенте, ну и беспорядок, как говорится, во всем остальном. Я думаю, что это взаимосвязанные вещи. Потом, значит, следующее у нас, Апулии, там собирались наши феодалы. И наши, и не наши. Значит, там была вот эта вот Милона, за которую действительно более-менее кто-то сейчас проголосовал. Этот Макрон, который сбитый летчик. В общем, вы знаете, как выборы происходили сейчас во Франции. Там партия Марин-Лепен. Потом там все вот эти вот, эта Евробанда, все остальные. Многих я даже не знаю. Там кто-то из Японии приезжал, кто-то из Индии. Я даже за этим уже, я вам хочу сказать, не слежу. Но это уровень феодалов. А, Бидон. Бидон там чудил. Бидон чудил по-черному, по-страшному. Потому что он, я покажу вам некоторые скриншоты. Там была такая церемония, церемония приветствия лидеров вот этих государств. Большой семерки. Тогда парашютисты, спускаясь на землю, они открывали флаги тех государств, которые принимали вот в этом самом саммите. И Бидон вообще не понял, где он. Он куда-то пошел в сторону. Какой-то там призрак приветствовал. Приветствовал. Ну, понятно, что он уже с кукухой поехавший. Даже итальянская пропаганда стала писать, что он не дееспособный. Абсолютно не дееспособный. Это уже не скрыто. То есть там Милоне, она его под ручки брала. То есть такое ощущение у нас возникает, что старший брат, типа там BlackRock, о чем говорил Бидон во время саммита, даже они им дали лидерам государств, представителям Большой семерки, вы там следите за ним. Следите за ним. Это ваша ответственность, чтобы он там, извините за мой французский, нигде не обосрался, не обоссался. А то во Франции есть такое подозрение, что несколько дней тому назад вроде бы он стул искал, а потом говорили, что он обделался. Смотрите, это будет ваша ответственность. Головой за него отвечайте, чтобы он там не опозорился. Ну понятно, что вот этим вот пластелином колец им выгодно иметь вот такого вот нигдееспособного, потому что манипулировать еще наглости хватает. Вообще бедный американский народ, я хочу сказать, что простые люди, они абсолютно ни в чем не виноваты. Вот что еще там его опять тащат, да, выборы у них будут. Вообще-то, то есть вообще совести никакой не имеют. Вот, и это на уровне феодалов происходит, на уровне феодалов. То есть народ, он вообще никаким образом, никакого отношения не имеет к этой политике, все решается за закрытыми дверьми. Мы должны помалкивать все это, как говорится, переваривать в той переработанной форме, вот как они решили, как это им удобно. Потом там по поводу российских активов они сказали арестовать, чтобы вот тому государству, которое находится на востоке Европы, им отдать. Но это вообще-то грабеж, это такой чистой воды феодализм. Когда законы, это же элементарно, ни международное право больше не работает, вообще ничего не работает. То есть они делают по принципу, вот как я хочу, как решали феодалы. Я, кстати, еще в своих старых сюжетах, два года тому назад, три года тому назад, когда вот это у нас было, все, вот драги вот он такой был, я его всегда называла феодалом. То есть он просто выбросил тогда законы, выбросил конституцию, он делал так, как хотел. Поэтому опыт уже такой, ну, как он хотел, когда вот он вот с этими вот ложечками нагибал народ, вот. В общем-то он вел себя действительно по-феодальному, поэтому опыт уже такой есть. В общем-то народ итальянский, он где-то даже уже это проглотил, что так можно, с народом вот так вот можно. То есть все смотрят телевизор, ну не все смотрят, кто смотрит телевизор, понимая, что Бидон, он поехавший, окончательно поехавший. Макрон уже все, он никто. Все остальные, которые там с самым низким рейтингом. Трюдо, я помню, когда в Канаде там вот это было, в него, по-моему, даже чем-то кидали, его обзывали тогда. То есть самый низкий рейтинг за последние годы. Ну вот все равно, видите, вот их властелин и колец, их держат, они удобные, удобные люди. И они не упускают свой момент. Я, кстати, вот по этому поводу вспомнила случай один. Это Билька Гейтска, у него интервью было с одной американской журналисткой, и Билька ей говорит, вот хотите, сколько вы хотите денег в ваш гонорар, как журналистке, от меня, там, за какое-то интервью или за какой-то фильм, я не помню. В общем, как бы он откровенно пытался ее коррумпировать. А она ему задала вопрос, как можно стать быстро богатым. А он говорит, никогда не надо упускать свой шанс. И он ей задает вопрос, вот сколько мне вам, вы хотите денег, чтобы вы там вот для меня сделали то-то, 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 с информационной точки зрения. Она говорит, нисколько я не хочу. Ну, вы вот возьмите чек, и вот в этом чеке вы напишите ту сумму, которую вы хотите. И вам его потоварят, этот чек. А она говорит, нет, я не хочу. Вот вы упустили свой шанс, потому что я не шутил. То есть с завтрашнего дня вы могли бы стать самой богатой журналисткой в мире. Ну, вот я думаю, что они по такому же самому принципу действуют и с нашим, скажем так, вот евробандой, с нашим руководством европейским. Они не упускают свой шанс. Они выбрали таких людей. Бессовестных, нарциссистов, со всевозможным остальным спектром пограничного расстройства личности. Много амбиций и мало амуниции у кого. Ну, вот как-то так. Интеллектуальных амуниций. Друзья, так, что я вам доложила последние события. Спасибо вам большое, что смотрите. Я вас очень люблю, и мы с вами увидимся в следующий раз.